21 октября в администрации города Ленинск-Кузнецка была проведена встреча с директорами средних и дошкольных учебных заведений города. Встреча проводилась по инициативе мэра города Телегина Вячеслава Николаевича. Владыка Аристарх отметил перед собравшимся значимость такого собрания в развитии отношений между епархией и представителями светского образования. Сегодняшняя встреча, она, наверное, и знаковая, и историческая. Думается, что таких встреч до этого времени еще, наверное, не бывало в наступившем третьем тысячелетии истории и Кузбасса, и нашей страны. В ходе обращения были освещены вопросы возвращения к истокам религиозного образования, законодательные инициативы президента Дмитрия Анатольевича Медведева. Вы, наверное, все знаете, как педагоги, что не так давно решением президента Российской Федерации Дмитрия Анатольевича Медведева принят новый стандарт государственного образования, который будет включаться как компонент, как предмет, в сетку обязательных предметов, основу православной культуры. Такое решение президентам принято на основании обращения глав главных конфессий нашей страны в лице представителя ислама, иудаизма, буддизма, русской православной церкви и других к президенту специальным обращением, в котором высказана обеспокоенность тем, что молодежь нуждается не только в образовании, но и, что очень важно, в воспитании, когда она получает образование в средних учебных заведениях или начальных учебных заведениях. Отдельно владыкой Аристархом были разъяснены официальные основания для проведения такой работы в школах. Чтобы вы знали, что мы с вами не ведем какой-то партизанской деятельности, какой-то партизанской миссии, вы как педагоги должны знать, что юридической стороной вот этого процесса реформы образования является следующее. Указ президента первое. У нас в Кузбассе такой юридической базой, я вам просто скажу, является соглашение о сотрудничестве между администрацией Кемеровской области и Кемеровской епархией, которое было подписано 12 января 2007 года. В ходе встречи владыка Аристарх обратил внимание собравшихся на невозможность противопоставления религиозных воззрений в процессе обучения школьников. Но не надо в этих школьных уроках, занятиях, встречах с детьми противопоставлять одно религиозное мировоззрение другим. Это будет грубейшая ошибка. Она смертельно опасная и для ребенка, и для общества. Отдельно владыка рассказал об усиливающемся внимании и интересе школьников к православию, как в стране, так и в области. О достижениях юных представителей Кузбасса в исповедании веры. Для того, чтобы показать, насколько основы православной культуры уже вызвали большой интерес и внимание молодежи, я вам приведу на сегодняшний день такой факт. У нас в прошлом году впервые в истории и Русской Православной Церкви нашей страны проводилась Всероссийская Олимпиада по основам православной культуры. Она проводилась в общенациональном масштабе в нашей стране и показала замечательные результаты. Кстати, я вам скажу, что абсолютной чемпионкой первой Олимпиады стала наша ученица Кузбасса. Отдельной темой обращения владыки была тема образования и призвания, тема, которая органически связывает педагогов и учащихся. Была отмечена важность обучения жертвенности, отдачи своего внимания и времени другому человеку. Владыка подчеркнул наиважнейшую роль и значимость учителя в преподавании этих принципов личным примером. Так вот, если отказаться от религиозных составляющих, терять себя вовремя учителя, можно учиться по интернету. Какую угодно информацию найти, но это будет информация, она не воспитывает человека. Вы знаете, человеку нельзя научить любви на словах, ему можно только показать в семье, что такое любовь. Как супругие относят друг к другу, как они любят детей, как родных и близких, своих престарелых отцов и матери. Это можно только показать человеку, нельзя на словах. Вот в этом как раз и подвиг и значение учителя. В завершении, на память о встрече участникам собрания, были подарены иконы святителя Иннокентия Вениаминова. Иконы, на которой изображен святой святитель Иннокентий, митрополит Московский. Это очень известный иерарх русской православной церкви, миссионер. Он занимался просвещением народов нашей страны на Востоке, за Уралом. Поэтому очень близок по своему деятельности и как церковный деятель, и как просвидетель нашего отечества. Ну и имеет отношение к педагогам, которые также просвещают детей знаниями и воспитанием. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok